Я рада вас приветствовать на моём канале. 5 мая, 22 апреля по старому стилю, в народе отмечают День Луки. Хотя есть и другие названия этого дня – ведьмины хороводы, лельник. 5 мая верующие чтят память апостола Луки, жившего в I веке. Он был одним из учеников Иисуса и соратником апостола Петра. Также Лука является автором Евангелия, одного из четырёх, и деяний святых апостолов. К тому же он был врачом-иконописцем и считался покровителем медиков и живописцев. Также сегодня по церковному календарю подсчитается Святой Никон. В народе это был День Очищения, поэтому приметы на 5 мая очень важны, к ним всегда прислушивались. Они подскажут, что можно и что категорически нельзя делать в этот праздник. Считалось, что с этого праздника начинается всеобщее природное обновление. Это значит, что всё, относящееся к природе, очищается от старого, изжившего себя, дурного. Поэтому в Никонав день было принято очищать себя от негатива. Приметы на 5 мая говорят, что сделать это очень просто. Сегодня в обязательном порядке нужно провести генеральную уборку в доме, если она не была проведена вчера. Нужно вымыть все окна и двери, щели и углы, очистить шкафы, выбросить старый хлам. Все эти действия не только сделают дом чистым, но и выгонят из него негативную энергию, освободив место для позитивной жизненной энергии. Также сегодня люди обязательно полностью купаются. Можно сходить в баню и попариться. Обязательно нужно искупаться в полной ванной, чтобы вымыть тело и помыть волосы. Такое простое действие сегодня сгонит из тела все болезни и скопившийся негатив. Можно даже обрезать волосы и ногти. Все процедуры принесут обновление и здоровье. А вот что категорически нельзя делать в этот праздник, так это быть лентяем и грязнулей. Все, кто не проведут уборку и не помоются, будут ослаблены, им грозит неудача. На Руси 5 мая проводился особенный обряд, который называли лельни. Народные девушки ходили вокруг яблони, сопровождая действия песнями. Так девицы лелеяли наступившее теплое время года. Также этим ритуалом они почитали славянскую богиню Лелю и просили, чтобы она им подарила очарование и счастье стать матерью. После выбирали самую красивую участницу, украшали ее венками, сплетенными из зеленых веток и цветов, собранных на поляне, а также яркими ленточками. По народным поверьям, 5 мая развлекались и мифические существа, а ведьмы стелили на траву белую ткань, а затем на ней танцевали. Потому и называли на Руси этот день ведьмиными хороводами. Нередко во время веселья нечисти на землю спускались туманы. Народи говорили, что если попасть в такой ведьмин туман, то можно после остаться одурманенным. Крестьяне по традиции 5 мая высаживали лук, одно из самых целебных растений, которое может избавить от всех ворий. Его ели как самостоятельное блюдо, так и с медом, с рыбой, с мясом, овощами в салатах, добавляли в первые и вторые блюда. Приметы на 5 мая говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль. Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай. Сегодня нужно делать уборку и купаться, чтобы дом и тело очистить от любого негатива. Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи, и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь. Запрещающие народные приметы говорят, что нельзя делать 5 мая в день луки беременным мясные пироги. Согласно старинным поверьям, у той, кто нарушит этот запрет, остаток срока пройдет очень тяжело, а также возможны проблемы в процессе родов. На 5 мая существуют и другие приметы, касающиеся именно женщин на сносях. Так, мечтающие забеременеть, не стоит в день луки много времени проводить на улице. Иначе ведьмы, которые к этому времени обычно тоже бывают в интересном положении, могут подкинуть ей своего ребенка, верили в народе. Нельзя 5 мая беременному наносить макияж, иначе малыш родится с пятнами на лице. А также нельзя стричься и краситься, по приметам, ребенок раньше срока появится на свет. В день луки не стоит женщине в интересном положении сидеть на пороге, ведь он является границей между потусторонним и нашим миром. Рекомендуется в день луки предсказывать пол малыша, иначе он начнет беспокоиться и запутаться в пуповине. Приметы не рекомендуют в этот день ходить в лес, тем более в одиночестве. Существовало поверье, что сегодня темные силы водят чащобные хороводы и могут увезти за собой человека. Не стоит забывать совет народной мудрости о том, что 5 мая нужно обязательно съесть хоть немного лука. Тот, кто этого не сделает, может серьезно и надолго заболеть. Нельзя в день луки готовить блины, иначе на их запах слетятся темные силы, и начнутся в доме ссоры и скандалы. 5 мая нельзя разбрасывать вещи, даже если что-то усиленно ищешь. Во-первых, все равно потерянное не найдешь, а во-вторых, в доме сегодня должен быть порядок и уют. Иначе в раскиданных вещах поселится темная сила, что жревато семейными конфликтами и проблемами. Жаркое лето сулит черемуха, которая расцвела к этому дню. Но в скорости могут быть и похолодания. Народе говорят, что наступают черемуховые холода. Рябина цветет в этот день, можно холодов не бояться, уйдут. Ясное утро 5 мая, время сеять, туманное, не стоит торопиться. Жаркий лука к хорошему урожаю лука. Дождливый, крупным луковицам, сухой и холодный к неурожаю. Рожденным 5 мая нельзя в лес ходить в одиночку, могут попасть в опасную ситуацию. На луку поссориться, долго не помириться, так как без нечисти тут не обошлось. Паутину 5 мая в доме не убирали, чтобы не потревожить злых духов. Цветок комнатный расцвел на луку по приметам к прибыли. Сон, приснившийся в ночь на луку, считался вещью, поэтому плохие сновидения гнали, плевали через левое плечо, встав с постели и глянув в окно. Благоприятное же запоминали и пересказывали трём людям, тогда точно исполнятся. Проводили в этот день обряд, чтобы болезни ушли. Нужно встать под цветущее дерево и начать его трясти, говоря такие слова. Цветы расцвели, и я вместе с ними расцвету, о болезнях всяких забуду. Цветы упали, недуги мои забрали. В землю уйдут, ко мне больше не придут. Очень важно, чтобы цветы попали на голову. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok